Привет, Хочу Знайки! С вами канал Хочу Знать. Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Уважение всем девушкам, которые работают на Октоберфесте, обслуживают стол за столиком и разносят холодные хмельные напитки. Они просто великолепны. В Мексике Родео называется корридой. Это очень зрелищное представление родом из Испании. Если когда-нибудь вам представится возможность посетить Родео, сделайте это, и вы не пожалеете. Не каждому удастся протиснуться в такое узкое пространство, а проделать это на велосипеде и подавно, только самым стройным и ловким, как, например, этот парень. Попасть в яблочко в дартсе непросто. Еще сложнее приземлиться в центр с параплана, но меткость этого спортсмена на высшем уровне. Чтобы так мастерски управлять мечом, нужно быть гением. Этот парень определенно семи пядей во лбу. И откуда у стариков столько сил? Не каждый молодой способен на такое. Нам всегда твердили, магии не существует. Что ж, кажется, нас все это время обманывали. Как еще объяснить этот фокус? Всегда, когда девочки и мальчики собираются компанией и идут в боулинг, есть парень, который не может просто взять и спокойно бросить шар. Он устраивает целое представление. Ловите лайфхак, как проехать через глубокую лужу и не намокнуть. А этот эпизод ответит на вопрос, которым вы вряд ли когда-либо задавались. Как нарисовать ровный круг на асфальте при помощи лопаты. Как оказалось, все очень просто. Дамы и господа, если вам понадобится логотип на лодке, нарисованный длинной палкой, вы знаете, к кому обращаться. Найти общий язык с животным может быть непросто, а если это своенравный конь, то тем более. Этот жеребец не стесняется демонстрировать свой мятежный дух. Такого вы наверняка еще не видели. Работа с бензопилой часто ассоциируется с грубой работой, но с ней также можно работать тонко и аккуратно. Мужчина, кажется, и вовсе получает удовольствие от процесса. Только гляньте, как плавно он двигается. Вы знали, что существует такой вид спорта, как синхронное катание на велосипедах? Это просто поразительно. Девушки умудряются не только ехать, не теряя равновесия, но и следить за синхронностью своих движений. Разгружать листы фанеры может стать долгим утомительным занятием, если делать это руками. Но этот парень знает, как упростить и ускорить свою работу. Подобные трюки, сбитые для крикета, требуют такой высокий уровень концентрации, на какой не каждый способен. Ловкости этого парня можно только позавидовать. Кстати, вы знали, что крикет второй по популярности в мире вид спорта? Да-да, вы не ослышались. Он уступает только футболу. Сноубординг – отличный вид спорта для тех, кто любит снежные просторы и хочет быть к ним ближе. Убедитесь сами. Этот питчер из школьной бейсбольной команды способен бросить мяч со скоростью 145 км в час. Невероятное зрелище. Но занятие – это очень опасное. Небольшая ошибка в расчетах способна привести к настоящей трагедии. Исполнять подобное могут только профессионалы. Дни на стройке скучные и долгие. Необходимо искать способы, как разнообразить свою рутину и заодно размять мышцы. Кому обращаться в таком случае? Костоправу или экзорцисту? Для кого-то лишняя кожа – проблема, для кого-то – особенность. Какая проворность. Талантливые футболисты есть повсюду. Говорят же, талантливый человек талантлив во всем. Этот парень умеет сделать настоящее шоу из приготовления пищи, а заодно он предоставит и музыкальное сопровождение. Для спортсменов старая ржавая игровая площадка – лишь еще одна возможность продемонстрировать свои способности. Этот парень выглядит так, словно он вышел из какой-то компьютерной игры. В реальном мире не бывает настолько идеального телосложения. Все в детстве представляли, что пол – это лава. Если бы существовало такое соревнование, мужчина точно бы стал чемпионом. Отличный гол! Теперь можно играть и с людьми. Знали ли вы, что BMX-велосипед был придуман любителями мотокросса для тренировок? Этот уникальный вид спорта зародился в Калифорнии в конце 1960-х, и лишь спустя год он стал популярным во всем мире. Даже обычные прыжки со скакалкой могут стать настоящим представлением, а также возможностью раскрыть свои таланты. Парень сделал рекордное количество оборотов за один прыжок. Вот еще одно удивительное представление, в котором из реквизита – лишь ведро из-под краски. Шоу можно сделать из чего угодно. Пособность обмануть противника – важный навык в спорте. Игры горцев берут свое начало в Шотландии, но сейчас это культурное событие можно встретить в любом уголке мира, где есть шотландцы. Эта игра называется бросанием кабера или по-простому метанием бревна. А не в курсе, что у кукурузы есть природная обертка и ей не нужен пластик? Он доставит материалы вовремя и ничто ему не помешает. Только самые ловкие способны запрыгнуть на коня на скаку. Солнечный день, сногсшибательный пейзаж. Для полного счастья не хватает лишь идеальной посадки. Кому-то нравятся мужчины с животиком, кому-то – мускулистые. Но этот парень два в одном. Какая скорость и меткость удара. Девчушка явно довольна собой, и это заслуженно. Не знаете, как впечатлить девушку? Попробуйте исполнить подобный трюк. Это определенно должно сработать. Многое зависит от удачи, но не в данном случае. Это заслуга упорных тренировок и точных расчетов. И вскоре вы сами будете словно вылеплены из камня. Чтобы исполнить такое и облажаться, надо быть очень сильной и владеть чувством равновесия. Похоже, это все еще кайтсерфинг, но немного в непривычном виде. Купите мальчику его первый байк, и он с него не слезет, пока не вырастет из него. Для некоторых людей законы гравитации – лишь пустой звук. Спорим, такого поворота событий вы точно не ожидали. Взобраться на велосипеде по такому склону невероятно. После такой тренировки на владении мячом парнишка сможет обыграть любого противника. На этом все. Спасибо, что были с нами эти минуты. Будем рады вашему лайку и подписке на канал. До завтра!